Всех приветствую! Сегодня снова короткий обзор. Вчера не было, потому что особо нечего дополнять. Всё более-менее нормально идёт. Что могу сказать? Биток всё-таки пошёл в отскок. Не сразу, конечно, чуть-чуть ниже сходили. Но кто хотел, тот купил, потому что там конечная диагональ была. Хорошая очень фигура, из неё очень резко выходит вверх. И отскок, я думаю, что ещё не закончен. То есть ещё будет коррекция, ещё заход вверх. В принципе, можно и это отторговать. Единственное дополнение, скорее всего, этот вариант отменён, потому что очень похоже на то, что это вниз импульс прошёл. То есть по битку хороший сетапчик такой на шорт, со стопом сюда всё-таки. И как минимум вот сюда вот это дно мы пойдём выбивать. То есть 36400 и ниже вполне можем сходить легко. То есть 36000 примерно там цель. И после этого будет развилка. Тут, к сожалению, трудно сказать, куда оно пойдёт. Но, судя по всему, вверх-то оно и не пойдёт. Но почему так думаю? Потому что эфир. Эфир сходил вверх, всё нормально. Вот здесь как нарисовано. Даже ничего не нужно перерисовывать. Единственное, что с учётом битка он всё-таки ещё чуть выше может сходить. Так что тут сильно вниз. Это как минимум импульс большой. И будет что-нибудь вот такое, вот прямо такое. А чтобы такое нарисовать, это нужно битку очень сильно вниз сходить. Очень сильно вниз. Поэтому вот так. А самый худший вариант для эфира, это вот такой с мной. А самый худший вариант это вот аж вот такой. И потом вниз. Поэтому тут вот такой распильчик интересный может быть. И покупать это точно не надо. Вот уже сейчас никак не время покупать крипту. Но есть только биток чуть-чуть. И то сомневаюсь, что тут нужно брать. Короче, жду крипту вниз. С учётом всего этого, ну не знаю, вот на чём она будет падать. Видимо, опять на выходные будут укатывать. Просто в чём проблема? В том, что если включить, например, S&P, то он вообще не падает. Все выкупы такие, что аж прям хотят вот сюда вот поджать. И в принципе это и делают. Соответственно, вот такого жду. А то и повыше. И как-то вот это не стыкуется с обвалом крипты. Но потом всё-таки оно может пойти вниз. Но с другой стороны, если посмотреть, например, золото, то там вообще всё чётко по плану ходит. Вот он заход вверх, вот он заход вниз. Единственное, что смущает, чуть-чуть не добили до вершины. Но в принципе это укладывается в коррекцию. И я думаю, что это всё-таки треугольник. Потому что такие распилы в боковиках, это чистые треугольники. И по золоту остается вариант, куда сходить. Ну куда-нибудь вот сюда вот магнитиком притянет. Короче говоря, ниже 1800 можно золото на всю котлету набирать. Единственное, что тут ещё будет волна Е треугольника с довольно сильной коррекцией. И по плану. И только потом пойдёт вверх. И когда мы пробьём 1835, ну я даже думаю, ближе к 1860 нужно скидывать всё это нафиг. Но если посмотреть серебро, то тут всё вообще отлично. То есть тут вообще вот такая картина и туда. И она очень сильнее может полететь, даже чем не тут нарисовано. Короче, как-то это, мне не вяжется треугольник на золоте с импульсом на серебре. И я не знаю, как тут ещё дальше допиливать. Но суть в том, что как-то это, ну сомневаюсь, что здесь вот такое будет. Очень сомневаюсь. И как-то это, серебро, короче, надо брать, я могу сказать. Пока вот такая фигура здесь. Короче, тут коррекция, потому что здесь импульс чистой воды. А импульсы просто так на равном месте не возникают. Ну, конечно, есть вариант 335, какой-нибудь такой флэта. Но с учётом того, что он высоко зашёл, зацепил здесь первую волну, то самый худший, самый медвежий вариант, это всё-таки вот такой конечный диагональный. Но сомневаюсь я, что он будет. Короче говоря, вверх серебро, надо брать металлы. И металлы могут расти в двух случаях. Если в сернике растут, например, валюты, например, евро. Либо, если всё будет где-то плохо, где-то какой-то риск, шухер, ещё всё в таком духе. То есть, такое возможно, что металлы вверх, S&P вниз, валюты вниз легко. И для того, чтобы всё это подтвердить, надо ещё валюты всё-таки грянуть. Потому что здесь всё-таки, видите, еврик сходил вниз, как и планировалось. И чётко туда, куда нарисовано, и ему как бы вверх. А после этого он может пойти вниз. Поэтому можно покупать валюты. Ну, честно говоря, сейчас корреляции, что-то как-то мне не совсем сообразить. Как это всё пристыковать? Потому что всё в разные стороны. Я люблю такой рынок, когда один рынок подтверждает другой. А сейчас кто-то вниз, кто-то вверх, кто-то вбок. Вообще непонятно. Поэтому сейчас маленькие объёмы торгую. Особо не лезу никуда. И, короче, надо переждать. Но валюты скорее вверх, чем вниз. Но проблема-то в чём? Что потом всё равно евро вниз жду. Если того же фунта взять, он тоже его укатывает. Он сейчас должен этот нищий обновить. И после этого только может пойти выше. Короче, тут ещё есть куда от доллара подрасти. Индекс нормально себя чувствует. Вот он, хороший отскок пошёл. Но сами видите, что индексу-то надо, конечно, пониже сходить. Потому что вот этот большой рост, он скорректирован вот такой вот маленькой загогулиной. Ну, это как-то маловато. Ну, кто его знает. Мне просто совсем не нравится вот эта структура. Она совсем не, скажем так, не разворотная. Она коррекционная. Но коррекция может чуть дальше подлиться. Короче говоря, что я могу сказать. Доллар всё-таки, наверное, пойдёт на 24 по индексу. И рубль на 75, на 76. Но пока что нужно подождать. То есть, пока тут эти все коррекции, даже на рубле нет никаких разворотов. И все валюты смотрят вниз по доллару. То есть, здесь вот, например, тоже вот пошла коррекция. Мы должны на 1.26, наверное, сходить. Только потом вниз. После этого Канада реально может вверх. Потому что, в принципе, вот здесь импульс найти можно. Короче, тут надо будет брать доллары, но чуть позже, скажем так. А сейчас можно реально против доллара даже встать. И, например, если взять нефть, тут вообще хорошая картина. Вот она, эта коррекция, и она оказалась очень большой. И то ли она в рамках треугольника, то ли она реально заходные. Ну, нефть аж вот так. И это очень круто. Как бы надо брать нефть, истопомность сюда, на 65. И спокойненько ехать на 78. Что очень даже неплохо. Потому что тут есть вариант треугольника, есть вариант, что тут просто была коррекция. Тут 1, это 2, и туда вообще на 80. Не знаю, на чем это полетит. Но нефть просто так вот ни на чем обычно не летает. Обычно либо какие-то новости, либо какие-то войнушки, либо еще что-нибудь. Ну, либо действительно СНП совсем не вниз, и там как на 4,500, 4,600 зарядят. И все офигеет. Короче, рынки все-таки будут расти в ближайшее время. По крайней мере, в четверг-пятницу. Думаю, что будет все вверх. Ну, пока что, пока что доллар более-менее силен. Вот, в общем, такие пока что идеи. А по крипте действительно покупать не надо. То есть, нам уже такие вершины, что скорее вниз. То есть, биток на 36 примерно должен вернуться. А там уже будем смотреть, стоит ли покупать или не стоит ли покупать. Ну, по крайней мере, шорт надежен. Шорт в районе 40 тысяч. Может быть, чуть повыше. Пока такие планы. А эфир, у него сегодня хардфорк. Поэтому его покупают. Но по статистике всегда, когда какие-то новости, все люди закупаются, все растет. А потом оно идет против них, они все теряют деньги. Поэтому не покупайте эфир. Вот такие советы. И до следующей встречи.